Все очень просто. Высокая процентная ставка – это одновременно два, так сказать, следствия. Первое следствие – это ограничение рублей в экономике. Особенно рублей на инвестиции, то, что называется, то есть на длительные вложения. Ну, там, когда расчет делается, там, год, два, три, ну, завод построить, лет пять надо, правильно? И, соответственно, нет возможности заниматься вот этим инвестированием, строительством и формированием, соответственно, национальных объектов и для бизнеса национальной собственности. Это первое. То есть высокая процентная ставка приводит к тому, что собственность является не российской, а иностранной. Иностранные институты собственности укрепляются, национальные слабеют. То есть повышается степень управляемости страны. Это первое. И второе – это ограничение. Собственно, для этого и повышаются ставки, чтобы сократился импорт. То есть сокращается импорт, тем самым сокращается количество товаров, которые в российской экономике, что в свою очередь приводит к тому, что люди становятся беднее. И, кстати, это приводит к инфляции. Центральный банк говорит, что он так борется с инфляцией. На самом деле, наоборот. Именно это приводит к инфляции, потому что, опять же, сокращается количество товаров. А что такое инфляция? Это когда товаров мало, а денег много. Вот как минимум показатель товаров мало становится их еще меньше. То есть люди беднеют. Меньше товаров, значит меньше зарплат и всего остального. Нету национальных инвестиций, значит нету суверенитета. И, кроме того, куда вот эта высокая процентная ставка? Сейчас 15%. Куда эти деньги идут? То есть это цена денег в России. То есть представьте себе, кто-то эти деньги взял, кредит, личный кредит, ипотека, что угодно. Кстати, если он взял ипотеку даже льготную, то разницу все равно бюджет компенсирует. То есть он все равно эти 15% заплатит. Кому? Кому они попадут? Они попадают через Центральный банк в Соединенных Штатах Америки, через валютное резервирование в Соединенных Штатах Америки. Причем неважно, там доллары в валютных резервах или юань. Юань такой же доллар, только созданный вторично Госбанком Китая через механизм валютных резервов. Там 4 триллиона валютных резервов, долларов, больше 4 триллиона долларов валютных резервов Китая, на которые Китай выпустил свою юань. То есть юань меньше, чем доллары в валютном резерве, собственно, китайского банка. И то есть это тот же доллар, только вторичная его часть, производная от доллара. Так что, видите, одновременно американцы повышают степень дани, потому что эти же 15% ведут им в качестве дани, снижают жизненный уровень граждан России, раскачивают инфляцию, а значит недовольство людей, и не дают возможности формироваться национальному собственности, национальному капиталу, что в условиях рынка, соответственно, не может уравновесить или отнять власть у капитала иностранного, у того же олигархического. Вот, собственно говоря, ради этого Центральный банк, как депозитарий, то есть филиал МВФ, и проводит эту политику удушения российской экономики. Только если раньше ее Путин сдержать мог, то сейчас как бы это в меньшей степени у него есть такие возможности. Продолжение следует...